Всем привет, с вами Македа Про и это видео будет посвящено теме статьи, которую я сегодня опубликовал в своем блоге. И тема эта касается создания фотоблога и сайта с вирусным контентом. Соответственно, без фото и без изображений здесь никуда. В этой теме я уже варюсь давным-давно, как бы, ну, уже свое закончил. Все прекрасно знаете о том, что я занимаюсь только сейчас своим блогом, рассказываю вам, делюсь своим опытом о том, как создавать сайты. Ну и, соответственно, что вы можете почерпнуть в этой статье. В этой статье я рассказал о том, где взять источники для контента под фотоблоги и под сайты с вирусным контентом. Их там больше десятка, честно говоря, я их не читал, но их там достаточно много. Это очень и популярные сайты, и малоизвестные сайты. Может быть, вы их никогда в жизни не видели, но вот теперь сможете увидеть и поработать с ними. Тема достаточно интересная. Первый мой фотоблог, это был достаточно успешный проект лет 10, наверное, назад. Я создал тогда фотоблог. Это был сайт, на котором я учился и познавал SEO, соответственно, продвижение, что такое ключевые слова и т.д. и т.п. В статье это все описано. Ссылку на статью я размещу под этим видео на своем канале YouTube. Спасибо всем, кто заходит в мой блог, комментирует, пишет, присылает мне письма, задает вопросы. Есть люди, которые благодарят за помощь, за те материалы, которые я выкладываю, потому что я, в принципе, делюсь с вами всем тем, что я знаю и то, что я умею. И, поверьте мне, список будущих тем для обсуждения, для статей, он очень обширный. И, ну, не всегда хватает на это время, но я стараюсь писать и стараюсь уделять блогу внимания. Поэтому сейчас в блоге очень много чего интересного и полезного есть, но будет еще больше. Значит, в своей статье я пообещал вам, что будет небольшой обзор по темам, по шаблонам WordPress для вашего сайта. Я привел три буквально там примера по шаблонам, для того, чтобы можно было понять, что, чего, откуда берется. Там было три темы, если мне не изменяет память, это была пресса, это был Кликмак и это был Бумбокс. Сейчас я выбрал для вас лучшие шаблоны, лучшие темы WordPress, их около пяти. Но я на этом не остановился, я еще решил показать вам три интересных плагина, которые вам могут пригодиться. Для того, чтобы сделать свой сайт, свой блог веселее, для того, чтобы превратить его во что-то функциональное. И для того, чтобы вам было интересно работать и был какой-то смысл в привлечении посетителей на свой сайт. Ну и, соответственно, не только смысл, а это инструмент, который привлечет посетителей на ваш сайт. Потому что что такое вирусный контент? Вирусный контент это который передается очень быстро, распространяется в интернете. Благо сейчас есть масса социальных сетей, при помощи которых этот контент может разойтись по людям. Соответственно, это расшаривание контента. То есть люди добавляют эти посты, которые вы публикуете, интересные, необычные в свои социальные сети. Добавляют фотки, соответственно, там появляются ссылки на ваш блог. И так все, вот, маховик раскручивается, идет работа и все классно. Источников для написания контента, для создания я вам очень много перечислил в своей статье. Все это вы можете прочесть. Ссылка будет под видео. Под видео я также опубликую ссылки на все шаблоны, которые я вам сейчас покажу. И на три плагина, которых я вам сейчас покажу. Расскажу коротко о том, что для чего, как работает, что лучше выглядит, как по мне. Выскажу свою точку зрения, каким должен быть сайт. Ну, в принципе, можем начинать. Давайте начнем с того, что если вы делаете блог, фотоблог. И, как я указывал в статье, поделим на два направления создания нашего фотоблога и создания ресурса с вирусным контентом. Первое, это фотоблог. Это сайт, ресурс, на котором вы размещаете фотографии высокого качества, которые там посвящены творчеству, искусству и бла-бла-бла. Красивые, качественные, с высоким разрешением картинки. И второе направление фотоблогинга, я бы определил его так, как вот этот самый вирусный контент. Это собачки, котики, мемы, дебильные выражения лица, политики, известные личности, которым потом приписывают какие-то смешные надписи. Это все расходится в сети. И все это остается навеки вечное там. Ну, благодаря чему вы становитесь знаменитым. Значит, для фотоблога может подойти, в принципе, если мы говорим о такой серьезной тематике, в принципе, может подойти любой шаблон, любая тема WordPress. Здесь, как бы, вопросов нет. Здесь все уже зависит непосредственно от вашей фантазии, от того, что вы хотите видеть, от функциональности. Ну, как бы, это все очень просто, все это понятно. Там можно красиво добавить эти фотографии, либо галереи, либо просто вот так вот списком их вертикальным вывести эти фотографии, выложить их. Ну, и все будет классно, все будет замечательно. Самое главное, это, естественно, контент, который текстовый вы еще будете добавлять к своим фотографиям. Источники в статье в моей есть. Ради бога, берите, пользуйтесь, переводите, добавляйте что-то и делайте этот контент уникальным, пользуйтесь на здоровье. Сейчас я вам расскажу непосредственно о 5 темах, которые посвящены вирусному контенту. И начну я с темы, которая называется Furious. Тема, скажем так, достаточно интересная, в меру простая и вам, в принципе, может пригодиться. Я рассматриваю, беру для рассмотрения шаблоны, которые находятся на Temp Forest. Это платные шаблоны. Не парьте себе мозги с поиском каких-то шаблонов бесплатных, зануленных, взломанных, с кучей каких-то дерьмовых, непонятных ссылок. Вам это не нужно. Вам нужен нормальный шаблон. Если вы серьезно занимаетесь, допустим, блогингом, введением сайта, развитием своего ресурса, пожалуйста, лучше потратьте 50-60 долларов, купите нормальную тему. И, как говорится, при разливе это все защитется. Будете продавать свой сайт на том же самом Телдере и можете указать о том, что это премиальный шаблон, о том, что есть поддержка, о том, что он обновляется. Это очень большое подспорье при продаже. На это тоже обращают люди внимание. Ну и, как я уже сказал, ребят, дорожите своим ресурсом, берегите его. Вот эти всякие ненужные ссылки, они до хорошего не доведут. Так вы будете получать какую-то поддержку автора. Вы можете задавать какие-то вопросы. Можете получать поддержку, покупая расширенную, соответственно, поддержку. Она там стоит буквально 13 долларов в год. Ну, то есть, это по большому счету копейки. Взяли, скопировали свои файлы перевода в отдельную папочку, обновили свою тему, обратно забросили в папку Languages темы все эти файлы перевода. Вы пользуетесь дальше. Зато там будут пофиксены все баги, устранены все проблемы. Ну и кто его знает, с чем еще можно столкнуться и как прогресс, насколько продвинется завтра и куда он шагнет. Вам нужно быть уверенным в том, что ваш ресурс работает. Тем более, если у вас большое количество посетителей, они привыкают к качественному шаблону. У вас не должно быть с ним никаких проблем. Соответственно, ребят, купите, обновляйтесь и все будет классно, и все будет хорошо, и все будет замечательно. Так, давайте начнем с Furious. Посмотрим, что здесь у нас интересного. Это как бы такой один из первых шаблонов WordPress, который вообще был посвящен вирусному контенту. Давайте пробежимся здесь по описанию. Значит, здесь, как сейчас и заведено, есть возможность установить демо. То есть, если вы создали сайт, и вы хотите видеть, что здесь и как вообще располагается, установить сразу же готовый какой-то контент. Иногда такое бывает. Сложно понять, как настраивается шаблон. Заходим в Documentation, который идет сразу в документация, сопроводительная к этому шаблону. Устанавливаем демо, все автоматически настраивается, там сразу выкладываются записи, все-все-все. Вы видите, как это выглядит. Вы просто потом берете, удаляете записи, добавляете свои, удаляете, соответственно, медиа-контент, который там находится, фотки и все такое прочее. Переводите шаблон и пользуетесь им. Иногда бывают вот эти вот все премиальные шаблоны, сделаны достаточно сложно и нужно покопаться. Есть люди ленивые, которые не хотят копаться в этом, разбираться, которые не хотят читать документацию. Они считают, что вот установили шаблон, бах, все классно, все само настроилось. Да, нифига подобного. Поэтому, для того, чтобы не возиться, просто можете установить демку и потом уже удалить записи, выкладывать свои. Все будет настроено. Ну, естественно, нужно подогнать, там, изменить в настройках название рубрик, что где будет вводиться. Вот, ну, это уже так небольшое отступление лирическое. Так, погнали. Значит, здесь есть демо-инсталяшка. То есть, можно установить демо. Далее, у нас есть возможность добавлять на сайт свой контент. Соответственно, это могут быть гифки, видео, mp4. Это можно также разместить YouTube, видео и Vimeo. Соответственно, вы берете, копируете HTML-код ролика, вставляете себе и все. Люблю вот эти вот штучки Quick Links, так называемые. То есть, трендовые записи, отобранные по комментариям, по количеству просмотра. То есть, можно выстроить вот этот вот рейтинг и можно им спокойно пользоваться. И люди могут клацать, нажимать вот это вот все. Это тоже поведенческий фактор. И им может где-то попасться какой-то интересный пост, интересная запись. Они залипнут и будут ее читать. Соответственно, что еще интересного? Ну, как обычно, есть вот в этих шаблонах встроенные системы голосования. Что-то такое похоже на YouTube. Вот эти вот и фейсбуковские приколы, такие пальчик вверх, пальчик вниз, нравится, не нравится. Вот эти вот оценки, это тоже поведенческие факторы. Каждый клик ценится. Есть у нас список социальных сетей для расшаривания вашего контента. Соответственно, больная тема сейчас для шаблонов – это mobile-friendly. То есть, дружественность, кросс-браузерность, мобилоприводность – все это здесь есть. Шаблон, работать с этим нормально. Ну, то есть, здесь можно посмотреть еще какие достоинства. Вот, возможность перевода. Соответственно, здесь лежит под файл системы баннеров, куда можно вставлять свою рекламу. Она будет красиво вписываться в дизайн вашего сайта. Ну, и, соответственно, загрузка уже непосредственно каких-то материалов пользователями. Потому что я сторонник того, что если вы делаете что-то связанное с вирусным контентом, контентом или фотоблог, работать как Папа Карло с утра до вечера – это дело одно. А сделать классный ресурс, заинтересовать им посетителей, которые потом будут выкладывать этот контент – это большое дело. Для этого делается доменное имя короткое, броское, яркое, красивое, четкое, запоминающееся. И уже какое-то, как-то характеризующее вас как бренд. И человек, допустим, те же самые Пикабу, там, Биг Пикча и всякие такие проекты, чтобы это было на словах. Соответственно, тут уже ваша оптимизация, тут уже ваша раскрутка в социальных сетях, создание интересных прикольных страниц, пабликов. Но, соответственно, это все нужно делать, на это все нужно время, нужно прикладывать силы. И если все делаете правильно, то все будет классно. Ну вот, всякие приколы и фичи, то есть настройки 600 шрифтов Google Fonts, выпадающее меню, простое расположение лого добавления, левый или правый сайт бар, must share social plugin, это которые вот вверху поста, либо внизу добавляются такие огромные кнопки и пишет, расшарили, запостили такое количество людей там себе в социальные сети. Ну, то есть прикольная штука такая. Вот последнее обновление шаблона было 9 сентября 2016 года, то есть, ну, практически, сколько там, 8, наверное, 7 месяцев назад, сейчас на скидку не скажу. Ну, после этого ничего не фиксилось, но шаблон рабочий, значит, как бы все недостатки были устранены, шаблон прикольный, и шаблон будет работать. Давайте зайдем в демку и посмотрим, как выглядит этот шаблон, что из него можно выжать, что из него можно получить. Ну, вот как мы и видим, пожалуйста, популярные, разные тренды, выбор посетителей лучшие и что-нибудь горяченькое. Шаблон выполнен у нас в виде обычного блога, где выкладываются фотки, выкладываются гифки, которые работают, которые показываются, и все с ними классно. Я в статье своей писал, немножко там упомянул ресурсы BoardPanda, очень известный сегодня ресурс, куда выкладываются фотографии, можете и вы туда добавить материалы, разместить на себя ссылку. Поэтому, как бы, есть над чем работать, читайте мой блог, там есть очень много информации о том, как продвигать свои посты, и где их размещать, в каких агрегаторах, и как можно засветиться. Ну, если вы, допустим, пойдете по этой теме, по вирусному контенту, и примените еще там BoardPanda в своих целях, будете выкладывать туда постоянно какие-то материалы, то все будет круто. У вас будут и посетители, и читатели, и вас будут репостить, и будут расшаривать ваш контент. Вот, начнем с этого. Начали, посмотрели, да, вот все под коронтами. Давайте в пост зайдем, посмотрим, что здесь внутри. Вот, машара наш плагин, то есть, заходим сюда, выбираем. Здесь можно выбрать список социальных сетей, соответственно, там есть и ВКонтакте. Насколько я понимаю, здесь выложен, добавлен к этой теме плагин уже в Pro-версии, поэтому, как бы, там есть ВКонтакте точно 100%, потому что в бесплатном варианте его нету, который находится в репозитории в WordPress.org, в плагинах, а здесь он должен быть. Ну, соответственно, здесь мы можем пост оценивать, вот здесь есть вариант регистрации, если есть вариант регистрации, соответственно, вы можете собирать все электронные адреса людей, которые будут регистрироваться, ну, и затем делать им рассылку какую-то, и можно, соответственно, спокойно надеяться еще на входящий трафик после какой-то рассылки. Ну, здесь дисказ, либо родная, вот, фьюрисовская система комментирования, она здесь есть, тоже сделана, как бы, неплохо, и она может вам пригодиться. Так, это был фьюрис, это был шаблон номер один, идем, двигаемся дальше. Дальше у нас интересный шаблон под названием Ку-ку. Ку-ку-ку-ру-ку-ку. Ку-ку-ку-ку, яркий представитель тоже, который у нас насыщен, напичкан всякими фичами, всякими дополнениями, всякими интеграциями. Этот шаблон уже стоит 60 долларов, 59 это уже вот такой вот премиальный хороший уровень. Здесь принцип тот же самый. То есть, соответственно, здесь вот у нас броски картинки, здесь у нас есть такой вот лейтест, как-то сказать, такая лента новостей последних, которая добавляется, ну, и она, соответственно, привлекает к себе внимание. Кросс-постим, регистрируемся, социальные сети, вот одна сплошная страница постов, загружаем еще. То есть, сделано интересно, сделано классно. Люблю вот такие вот шаблоны, в которых на главной странице собрано очень много материала, потому что вот эти вот миниатюры, они просто провоцируют человека кликать по ним. Как правило, люди берут, делают вот так вот. Ох, классный пост, классная картинка, наверное, что-то интересное. Делают так, опа, открыть ссылку в новом окне. Допустим, открыли, идут дальше. И вот так вот, вот так вот открывают, открывают ссылки в новом окне. Они у них там где-то накапливаются во вкладках. Они их смотрят, допустим, они, ну, пусть, допустим, даже они не идут дальше главной страницы. Они закрывают эту страницу, и потом они начинают просматривать все посты, которые они открыли во вкладках. Ну, а, соответственно, если мы открыли вкладку и зашли, допустим, в какую-то запись, то мы все знаем, что для улучшения юзабилити, для поведенческих нам нужно что? Нам нужно разместить внизу блок, вам это понравится. В английском варианте это you may also like. Соответственно, вы привлекаете внимание еще вот этими похожими записями. Вот, пожалуйста, рейтинг постов, рейтинг записей. Есть форма подписки. Мне нравится этот шаблон тем, что он такой вот яркий, какой-то вот малиновый, броский, интересный. Можно проголосовать, то есть есть голосовалка. Если у вас много авторов, пожалуйста, можно вывести какую-то информацию по автору с его социальными сетями, с его страницами. Ну, и, соответственно, если человек регистрируется, если он проходит регистрацию и оформляет нормально по-человечески свой профиль внутри, то, соответственно, его вот это вот био с социальными сетями может выводиться, если он регулярно добавляет материалы, да ради бога пусть, если это интересно. И, опять же, вот эти вот формы, подписки красивые, они все есть. Я так понимаю, что это все работает с MailChimp. То есть у вас, опять же, будут адреса электронной почты, у вас будет все, вы можете делать рассылку, вы можете добавлять записи, submit post, авторизовались, зарегистрировались и погнали добавлять информацию. Это что касательно пользователя. Опять же, плагин, плагин MASHARE, вот, наверное, бесплатный его вариант, хотя, возможно, и платный, то есть здесь у нас в описании, здесь мы можем все прочитать, все понять. Visual Composer, то есть можно настроить главную страницу, либо любую другую, просто в конструкторе, перетягиванием. Total Customization, выбираем шрифты, выбираем все, опять же, установка в один клик. То есть все сделано по-человечески, все сделано классно и все сделано красиво, можете зайти, посмотреть. Сразу в Time Forest видим 126 продаж, то есть достаточно популярный шаблон, дальше там будем идти, дальше будет больше. Ну вот на этот шаблон Ку-Ку советую обратить внимание, хорошая вещь, соответственно, ссылка на него тоже будет под видео находиться. Это вот такое у меня почетное четвертое место. Идем дальше, идем дальше, здесь у нас шаблон Banshee. Все, в принципе, то же самое. Я все эти шаблоны для себя вывел, почему как бы вот такой вот какой-то топ, я начинаю там с пятого, четвертого, там это третье пускай место. Ну я вывел в первую очередь не по функциональности, они в принципе все по функциональности, эти темы, шаблоны WordPress одинаковы. Я вывел их вот по такому вот принципу броского интересного дизайна, который может быть интересен людям, пользователям, посетителям. Вот, поэтому то, чем можно заинтересовать. Все то же самое. Трендинг пост, красивое место для расположения блока рекламы, вот такой вот блоговый стиль, вот эти вот все смешные матовые картинки. Points добавляем, голосуем. Вот, расшаривание, количество комментариев. То есть, такой вот простой, но очень стильный, классный вариант. И, соответственно, здесь есть возможность добавить запись. Пожалуйста, вот здесь есть варианты, каких вы собираетесь добавлять. Поэтому все функционально, все классно. И вот, кстати, OpenList, о добавлении записей OpenList я расскажу, потому что для этого есть интересный плагин Snacks. То есть, соответственно, вы зарегистрировавшись, получаете вот такую вот форму, куда вы можете заливать свои материалы. То есть, сейчас этого не видно, но там есть такая вот форма загрузки, быстрая. Вы очень можете быстро сформировать какой-то контент, который хотите отправить на публикацию и сделать. И все будет классно. То есть, не надо возиться, все будет удобно, все будет хорошо, быстро и красиво. Банши, красиво, классно, функционально и очень интересно. Хороший, хороший шаблон, вопросов нет. Почетное второе место, Bimber. Видите, сколько продаж? 3353. Дофига продаж. Я вам хочу сказать, что, если я не ошибаюсь, здесь продаж даже больше, чем в том первом месте, которое мне больше понравилось. Шаблон, ну, там я выбирал как бы дизайном. Здесь вот свой, соответственно, дизайн. Все то же самое. Visual Composer. Поддержка Google AMP. То есть, мега меню. Ну, 3 стиля хедера, 13 шаблонов для постов, черный скин. Ну, то есть, сделано как бы на сове, сделано классно. Здесь вот есть вот сколько вариантов оформления главной страницы здесь можно сделать. Соответственно, сюда в сборку этого шаблона включены уже вот эти вот платные плагины. То есть, за них вам платить не нужно. Вы получаете это все вот за эти вот там сколько? 60 долларов, 59, наверное, да? Вы вот за эти деньги получаете все. Не нужно распыляться, не нужно ничего покупать. Все здесь есть. Все здесь абсолютно работает. И мобилопригодность, кросс-браузерность, куча оформления. Вариантов страниц записей. Вот такая вот, соответственно, админка, в которой очень легко и просто все настраивается. Я как-то занимался этим шаблоном, видел, что внутри. Классная штука. Вообще вопросов нет. Все очень функционально, все очень просто. Ну, как в современных шаблонах. Вот header layouts. Вариантов расположения того же самого лога, меню, всяких кнопочек, всяких, как это сказать правильно, и быстро крутилось сейчас в голове. Рейтинг постов. Все это есть. Здесь даже можно подключить какой-то шоп, магазин. То есть, может быть, вы станете известным брендом и будете со временем продавать там шнурки, трусы или футболки со своим логотипом. Можно здесь сделать магазин, какой-то шоп прикрутить и продавать, работать. Кстати, у меня скоро планируется описание интересного плагина под WordPress, который располагает возможность, ну, функционал его оплаты на сайте производить. Вот, будет интересно. Вот, опять же, интеграция социального комментирования. Facebook, Discuss и Native, я так понимаю, это встроенная, родная вот система. Ну, то есть, шаблон, понятное дело, шедевральный. Если вы хотите соорудить классный бренд, то на базе этого шаблона, вот, ребят, у вас все получится, все будет классно, посидите, выложите свои там первые 30-50 записей и поверьте мне, все будет классно. Вот этих вот настроек вам хватит для того, чтобы сделать классную вещь. Вы можете заткнуть за пояс все вот эти вот big picture, не в обиду им будет сказано, хорошие ресурсы, но нет возможности работать с посетителем. Когда посетитель появляется, соответственно, нужно материалов больше модерировать, выбирать, отделять зерна от плевел и удалять дерьмо, и оставлять что-то хорошее. Поэтому, вот, пожалуйста, кроме вас еще контент могут выкладывать пользователи и могут добавлять материалы, соответственно, рассказывать другим людям о том, что я вот выложил материал вот там-то, там-то, на таком-то сайте. Демки. Демок просто куча, соответственно, если демок куча, это все есть в демках, которые, в демоконтенте, которые вы сможете установить. Любой дизайн, любые варианты, вот, блин, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, не будем брать первый попавшийся, возьмем что-то интересненькое. Ну, давайте, вот, возьмем вот этот вот wall и давайте вот этот вот community посмотрим, что у нас здесь интересно. Bimber wall, такой вот вариант дизайна для главной страницы. Все вот здесь переключается, можно посмотреть. Смотреть. Классно, я опять же говорю, поведенчески. Открыть ссылку в новой вкладке, открыть, открыть, открыть и пошли. Соответственно, сделаете классных разделов несколько и посетителей будет у вас куча. Вот девчонки, мальчишки, кому что больше нравится. И, соответственно, вот его вирусность. Вирусность вся начинается не просто с того, что кто-то там расшаривает ваш контент. Вирусность. Это классный контент, хорошее описание текстовое. Это возможность при помощи социальных кнопок забрать его себе на страничку, либо в социальные сети. Классные изображения. Подписочка, опять же, снимаем имейлы. Голосование. Все это учитывается системой. И, соответственно, этот пост в каком-то рейтинге поднимается. В сайт-баре там виджет добавите красивый. Здесь будет, соответственно, рейтинг постов каких-то у вас показываться. То есть, если все сделано классно, если не называть сайт вирус-контент-картинки.ру, придумайте классное название из трех, ладно, не придумайте, 4-5 символов, чтобы это было забористо. Это, я не знаю, там, хрю-хрю.ком, еще там что-то. Такие вот забористые названия, короткие, интересные, броские, запоминающиеся. И к вам будут ходить. Так, давайте пойдем в комьюнити оформление. Тоже, видите, вот эти вот матовые фотографии все. Все это провоцирует подписаться. Все это провоцирует нажать, посмотреть, почитать. Ну, и вы все прекрасно понимаете, что здесь дело в том, как вы преподнесете контент и где вы его будете показывать. Если у вас достаточно бабла для того, чтобы пиариться в каких-то ресурсах, заказывать какие-то там посты, писать гостевые посты. Ну, в той же самой Борит Панда можно написать гостевой пост, разместить на себя ссылку и классно. Единственный минус, что там ресурс англоязычный, поэтому как там народ уже поведет себя с русскоязычным контентом, неизвестно. Ну, как бы известно, малая будет посещаемость. Ну, может быть, вы работаете в нише англоязычного контента и отлично вам пригодится этот шаблон. Все будет круто и к вам пойдет народ. И вы получите на Борит Панда свой старт. Соответственно, здесь тоже есть возможность создать все вот эти вот моменты, добавить свой пост. Соответственно, что могу сказать? Ну, классный шаблон, отличный. Как говорится, хватай, беги, покупай. Ну, вот теперь мой любимый бумбокс. Вот, пускай там у него не 3000, а 1675 продаж на данный момент. Стоит он тоже 59 долларов. Ну, он мне нравится, и он мне нравится, он мне нравится тем, что функциональность у него такая же. Он имеет все те же возможности добавления контента и расшаривания, либо еще чего-то. Здесь даже вот есть, я читал по этому шаблону документацию. Здесь есть даже такие функциональность расширена до наличия каких-то обучающих моментов. То есть, если у вас, допустим, там пост, касающийся туризма, либо еще чего-то с каким-то таким веселым, интересным уклоном, можно сделать небольшой такой вот опросик обучающий. И там человек, допустим, кликает. А, угадал, а, не угадал. Вот его затягивает, он здесь сидит и получает ответы на какие-то вопросы. То есть, такая вот, назовем так по-русски, это викторина. То есть, интересная функциональность расширена. То есть, классно. Есть у нас здесь и возможности в прошлых шаблонах, которые я вам показал, есть тоже возможность создавать свои мемы. То есть, выбираете фотографию, добавляете текст, публикуете. Ну, классная вещь, удобная, интересная. И самое главное, что это все затянет ваших посетителей. И они будут просто заходить, баловаться, добавлять и потом показывать своим друзьям. Ну, глянь, какую дурилку я сделал, классного, матового, весело. Давайте демо посмотрим. Демки здесь интересные, мне здесь нравятся они. Очень мне нравятся даже вот первая, такая яркая, желкая, желтая, броская, интересная. Ну, давайте, я так понимаю, такой вот блоговый вариант. Сейчас посмотрим. Вот это вот классное, мне тоже очень нравится. Вообще, вот здесь вот, что мне понравилось. Вот этот вот минимал, минимализм, вот подкупают вот эти вот все шаблоны. Подкупают они, собственно, чем? Да, потому что не должно быть в таком шаблоне никаких отвлекающих от контента моментов. Вот есть яркий заголовок, яркие пятна. И, соответственно, все, на этом все заканчивается. Вот какие-то желтые ссылки, гиперлинки, оформление желтым цветом. Ну, например, к примеру, маленькая желтая полосочка с логотипом. И все, и белый фон, и черный шрифт. Ребята, все остальное, внимание, пожалуйста, уделяйте контенту. Давайте посмотрим здесь. Вот, ну, все красиво, все классно. Красивые шрифты, вы их можете настроить все в админке. Там это все настраивается, это все классно. Все подгружается. Вот это вот бесконечные ленты постов. Это все классно, все хорошо. Видите, как все красиво сделано. Ну, очень нравится. Лепите сюда рекламу, пожалуйста. Набивайте себе постоянных посетителей, увеличивайте трафик. И вот такой вот минимализм. Он крутой, действительно, минимализм. Ребята, да, это супер просто. Всем, всем захочется понажимать на вот эти вот клавиши, чтобы как-то проголосовать за какой-то пост, чтобы он здесь где-то поднялся. Либо, возможно, кто-то опубликует свой пост и будет друзьям давать ссылку на эту страницу. И все будут заходить и вот так вот чук-чук-чук нажимать. А если вы еще сделаете какой-то конкурс среди пользователей, среди посетителей, которые будут выкладывать контент, фу, супер просто. Если у вас есть какие-то финансовые возможности для того, чтобы провести конкурс на самый дебильный пост или на самый прикольный мем или еще на что-то, то, ребят, поверьте мне, информация разойдется и будет круто. Вот есть возможность при помощи плагина WordPress Social Login сконфигурировать его, добавить и вы можете комментировать. Ваши посетители могут комментировать при помощи этого плагина, регистрироваться и заходить, добавлять материалы, размещать комментарии. Это все поведенческие, это все классно, круто, это все работает. Ну, давайте еще посмотрим здесь вот парочку примеров. Ну, такой вот блоговый вариант, скажем так, классический, но тоже красивый, с большими изображениями. Почему бы и нет, правильно? Опять же, вот AdPost у нас есть. Мы выбираем вариант, что мы хотим добавить. Видео, голосование, картинку. Тут либо отдельный пост. Классная вещь. Ну, и вот последний, тоже красивый, броский вариант, куча картинок. Самое главное в этом в чем? Что в то, самое главное здесь в то, что вот в этой всей куче картинки, куче картинок, если здесь будет удачно расположена реклама, и у вас будет, например, это будет AdSense, и у вас будет выбрано отображать медиа объявления, то есть какие-то картинки. Если это будет тематическое объявление, оно попадет просто в тему, и у вас будет хорошая посещаемость, то представьте себе, сколько людей будет кликать по этой рекламе, соответственно, какой у вас будет профит, и, соответственно, какая у вас будет прибыль. Опять же, формы подписки, дергаете имейл, делаете рассылки, размещаете блок рекламы вот здесь вот среди всего вот этого вот богатства. Люди путаются, перепугу нажимают, и, пожалуйста, вы на коне, прибаблей, обеспеченный человек, у которого есть свой ресурс, портал, который приносит прибыль. Это вам не хухры-мухры. Так, с этим мы заканчиваем, с бумбоксом. Бумбокс, вот сколько здесь демок, то есть можно выбрать на свой вкус 12 штук, расположение логотипов, яркие краски, цвета, оттенки. Ну, для того, чтобы не возиться там в настройках, да, там по мелочам что-то можно, конечно, добавить, ну, в принципе. Зачем, если есть что-то готовое? Погнали дальше. Вот о чем я вам хотел рассказать. Три плагина. Они абсолютно, наверное, разные, можно и так сказать. Но что, в чем смысл? Snacks. Snacks – это вот эта вот возможность внедрить плагин на какую-то страницу, чтобы люди могли добавлять свои материалы. То есть, ну, допустим, у вас есть какой-то успешный блок. Допустим, у вас есть какой-то успешный блок, но вы не хотите менять дизайн, не париться с этим, в общем, вы берете, покупаете этот плагин, внедряете его на какую-то страницу. Стоит он всего лишь 29 долларов. Вы его внедряете на какую-то страницу, пишете, что на сайте появилась возможность добавить свой пост, свои фотографии, либо любой контент. Вот, устанавливаете этот плагин, и все. И люди добавляют контент. Вот, этот же плагин используется на Bimber. Вот этот вот, когда мы переходим в Create, вот это все, вот это плагин Snacks. Вот, он позволяет добавлять галереи, какие-то истории, записи, ссылки, размещать какой-то контент, внедрять с другого сайта. То есть, если вы не хотите менять дизайн, если вы не хотите возиться, допустим, там, с переделыванием шаблона, либо с его заменой. Хотя, я бы, наверное, все-таки, если у вас старый сайт, я бы, наверное, все-таки выбрал вариант с заменой шаблона. Потому что, где-то раз в 3 года, раз в 5 лет, как по мне, у меня постоянно горит сера в одном месте, и мне хочется что-то поменять, и как-то показать пользователям о том, что, ребят, я работаю, я о вас думаю. Вот, пожалуйста, вам новая тема, яркая, красивая, классная. Ну, парадокс в том, что некоторые люди привыкают, консерваторы, они привыкают к той теме, которая была, могут неадекватно отреагировать. Ну, в принципе, если это супер-мега-крутая тема, и она очень функциональная, то, ну, как она может не заинтересовать людей, тем более, если расширяется функциональность, и появляется больше каких-то интересных возможностей. Вот, для этого этот плагин Snacks, пожалуйста, пользуйтесь, берите, скачивайте, на него ссылка под видео будет тоже, поэтому можно спокойно брать и внедрять, и использовать его. Дальше идем. Дальше у нас плагин Viral Squeeze. Четыре с половиной практически тысяч продаж. Сами понимаете, что это не шутки, это серьезная заявочка на успех. Здесь, в этом Viral Squeeze я тоже смотрел, просматривал, что здесь интересного. Это вот такая вот хреновина, которая тоже добавляет функциональности, какие-то опросы, какие-то голосования. Ну, тоже по-своему интересно сделано. Это по типу, как бы, таких вот тестов ВКонтакте, в Фейсбук бывают такие. И в социальных сетях можно увидеть, например, зашли там, какой, каким полушарием ты думаешь, правым или левым. Вот, ты мальчик или девочка? Пожалуйста, вот этот квиз, страничку можно такую просто создать с этим, quiz, Viral Squeeze, ты мальчик или девочка? Ты отвечаешь, допустим, здесь вот есть конкретный вопрос, вот этот вопрос, это конкретно замануха. Здесь уже расписано, что здесь, как, вот, есть какие-то данные ответы. Вы, допустим, даете ответ, и здесь у вас получается кнопочка «Результаты», «Показать результаты в социальных сетях». Здесь вот есть ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Гугл+. Вы размещаете этот ответ в социальной сети, и он потом расходится, расходится. Люди приходят, смотрят, что это, где это, с какого-то ресурса, с какого-то ресурса это было сделано, и пошел этот опрос. И потом вот так вот все расходится, расходится, расходится. Отличный вариант, как дополнение к своему блогу, расширение функциональности, очень классная вещь. Ну и, как бы, опять же, там, дополнительные посетители. То есть, хуже вам от этого не будет, если вы возьмете, например, либо внедрите вот этот вот Snacks в свой сайт и добавите еще сюда этот Viral Quiz. Либо, например, добавите Viral Quiz в любой тот шаблон, который я вам показывал, и дополнительно расширите функциональность вот этими всякими вопросиками, опросиками. Ну, соответственно, если его там нету. Все, вот это вот все делается по принципу и похоже на BuzzFeed. Есть такой ресурс, можете зайти, посмотреть BuzzFeed.com. Ну, вот все по такому принципу идет, и BuzzFeed за счет вирусного контента живет и припевает. И теперь у нас идет третий плагин, о котором я хотел сказать, это MemGenerator. Если, допустим, вам, ну, вы, допустим, купили, установили себе шаблон, там нет MemGenerator, вы можете этот MemGenerator просто за 23$ прийти, купить и пользоваться им себе дальше. И у ваших посетителей, читателей появится возможность рисовать самостоятельно, создавать Mem. И опять же, картиночка, опять же, текстик. И все, и погнали, и понеслась, допустим, Дракон, MemTitle. Допустим, пишем, это Динозавр. Это Динозавр. Сабмит. Это Динозавр. Так, это Динозавр. Он, блин, умнее тебя. Сейчас мы справим ошибочку. Все, то есть вы можете, допустим, добавить новую AdNewLine. То есть вот у вас получается вот такой вот генератор мемов. И все, вы можете потом его скачать, разместить у себя на сайте. Либо человек может просто зайти, создать вот этот вот мем, настроить его под себя. И все будет классно. Вот уже кто-то делал, какая-то прекрасная женщина. То есть, мем-генератор, пожалуйста, он тоже может расширить функциональность вашего сайта. Все будет классно, можете спокойно этим пользоваться. 384 продажи, тоже немало. Но для вашего сайта, для вашего блога с вирусным контентом подойдет отлично. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Ссылка будет ниже, еще раз повторюсь. Ссылка под видео будет на пост, на запись, которую я публикую. Ссылка под видео, которая сейчас у меня в черновиках, но она еще не опубликована. Потому что я добавлю туда вот это вот видео, и все будет классно. И тогда я публикую эту статью. Будет под видео ссылка на пост. И будет под видео ссылка на 5 тем и на 3 плагина. Дальше вы уже решаете, что с ними делать. Комментируете запись, подписывайтесь на канал в YouTube. Комментируете записи в блог, подписывайтесь на блог в социальных сетях. Либо в FitBurner. Будет очень много интересной информации. Потому что, когда вы зайдете в ту статью, которую я выложу, ссылку на которую я размещу под видео, вы увидите сколько источников для контента я вам просто так отдал. Наработанных за 10 лет, откуда можно дергать классный контент. И который подходит вот под эти вот, под эту вирусную тематику. Ребята, вы можете себе представить только, что ожидает вас в дальнейшем. В дальнейшем будет очень много чего интересного. Будут обзоры плагинов, будут добавляться новые ниши. У меня их сейчас уже очень много крутится в голове. Я буду, как обычно, ниша, шаблоны, источники. То есть, это можно брать и с этим можно работать. А потом, что хотите, то и делайте. То ли развивайте, если выхлоп есть, есть профит. Либо берите, продавайте на Телдере. И, пожалуйста, зарабатывайте на этом деньги. Ну, конечно, среди вас найдутся те люди, которые захотят заработать. И если они с умом и с душой отнесутся ко всему этому, то, соответственно, проект будет работать, будет процветать. Потому что вот эта вот тенденция создавать проекты непосредственно не для себя, не вот эти вот эгоистичные проекты, где я выкладываю фотки, вы, суки, жрите и смотрите, как все классно и как я работаю. Это все одно. Но это не круто. А создать контент, который, создать ресурс с классным, красивым контентом, куда и люди будут добавлять свой контент. Они будут, во-первых, популяризировать себя, свою работу, популяризировать свой проект. И прикиньте, какая классная эта связка получается. Это одна сторона. Второе, у вас становится больше контента, если вы его будете модерировать, будете его хорошо подправлять и затачивать, ну, под низкочастотники, среднечастотники. Ну, потому что такой контент под высокочастотники не покатит вообще никак. Допустим, я работал, когда с фотоблогом, я все статьи писал под низкочастотники. Это где-то 300-700-800 запросов, не больше. Потому что под такой контент все то, что идет уже там больше 800, допустим, за 1000, это уже можно считать среднечастотником. Вот под эту нишу 300-700-800 запросов в месяц по Верстату берите и спокойно работаете. И вы будете видеть, как будет накручиваться ваша посещаемость, как будет увеличиваться трафик и приходить будут люди. А они потом начинают читать, они потом начинают комментировать. И каждому интересна какая-то своя тема. И каждый человек как-то находит в вашем ресурсе отдушину для себя. Начинает комментировать, писать и регулярно читать вас. То есть, подытожим. Это вирусный контент, под него шаблон я вам показал. Под фоторесурс с более какими-то строгими арт-тематикой, творчеством. Типа дизайн бум, борд панда. Все это в статье есть. Можно выбрать что-то поспокойнее. В статье все эти шаблоны есть. Там кликмак, пресса. Пожалуйста, берите, работайте. Дай бог вам здоровья. Пользуйтесь. Если у вас будут какие-то результаты, пишите мне. Электронная почта, комментарии. Пожалуйста. Либо в социальных сетях, в фейсбук. Комментируйте, пишите свои отзывы под видео на канале YouTube. Всем удачи. Еще увидимся. Еще будут видео, еще будут записи. Еще будет много чего интересного. Всем спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Македа. Македа Про.